следующее видео по поводу пропитки сейчас вот мне очень нравится приклад если видно на свету у него есть такой легкий блеск а вот прям видно блеск в районе рукоятки вот с этой стороны блин более все лучше выглядит вот он блестит и прям вся структура дерева видно это очень хорошо мне очень нравится поэтому и еще один немаловажный фактор потому что я с ним похотился и все идеально то есть вообще у меня и снег он падал то есть все нормально я смотрю примут блеск блеск такой хороший и цвет все равно у меня он был очень светлый кто смотрел изначально еще обзор но довольно таки светлое ружье было сейчас после пропитки она потемнела и вот сейчас наверное уже я хочу завершать этот процесс потому что вот здесь уже у меня в прикладе и в цевье блин 250 миллилитров я покупал вот то масло чтобы я показывал вначале и вот остатки остатки вот таком виде я вот тут утром чуть-чуть вот на донышке есть вспомним все шурыгину да и вот на этом донышке чуть-чуть у не осталось масло прожаренного я опыт провел я на крышку его покрывал тонким слоем и она у меня высохла то есть даже меньше за недели она очень сейчас сухое просто ничего ему нету я думаю я может быть сейчас покажу вам принципе человек говорит на крышке я думаю вот видно блестит вот она вот там вот есть но не особо его хорошо видно но она есть и она все засохла то есть она прям очень хорошо засохла никакого там разговор о том что я даже ногтем не могу его содрать очень все классно поэтому я думаю что я сейчас покрою этим составом кипяченым так скажет прожаренным маслом льняным уже завершающий слой сейчас все это дело тоже буду снимать и покрою покрою очень тоненько постараюсь все размазать чтобы ничего к нему не прилипало прям сейчас не могу открутить приклад отвертки нет отверткой и катается по больницам поэтому пока только цевьё разобрал так вот все таки я сказал да про то что нужно завершать и я что-то боюсь что уже очень много здесь масло что будет летом с ними не знаю потому что тут реально 200 миллилитров минимум но с учетом потерь тем что как бы все может чуть-чуть там разливается что я думаю здесь есть 200 миллилитров а это просто до хрена вообще он полностью защищен теперь постараюсь добиться такого еще более выраженного блеска именно с помощью вот так называемый олив и так ну все покрываем и смотрим блин дело такое каш рисковая боюсь чем будет с этой фигней она еще блин густоватая холодная и а и и и и и и и и и Продолжение следует... Все, я снимать не буду, ничего тут такого не будет. Я просто сейчас покрою, да и все. Все, думаю, что, наверное, всем пока. Также и приклад покрою. И сейчас поставлю это дело сушиться. И, в принципе, буду уже дальше, как только начну подсыхать, буду вам снимать, покажу. Так, еще раз всем привет. Очередная пропитка. Намазываю все своей той стороны жидкостью. Жареные блины маслом. Сейчас пропитаю и поставлю опять сушиться еще раз. Сейчас сниму, как только пропитаю. Вот пропитываю приклад. Аккуратно все промазываю. Плотненько втираю. Втираю, втираю, втираю. Не совсем... Вот он очень хорошо блестит. Пленочка тоненькая. Буду делать прям тоненько-тоненько, чтобы ничего лишнего здесь точно не уж не капало. Ну и все. Цевье я уже промазал. На цевье первое слишком много намазал. Сейчас буду с цевья руками снимать и намазывать на приклад. Больше из банки брать не буду. Смотрим дальше. Сейчас хочу показать, как я сделал крайнюю обработку приклада и цевья. из серии обработка льняным маслом. Не знаю сейчас, где это видео будет вставлено, но вот в второй части. Там будет пропитка маслом. Только я уже говорю, что это горелое или обгоревшее. Я делал это чисто из-за того, что в интернете читал о том, что льняное масло само по себе очень долго твердеет, полимеризуется. Но олифа полимеризуется очень довольно-таки быстро. А для того, чтобы сделать олифу из льняного масла, то нужно ее хорошенько прокипятить, прогреть. Конечно, на заводах это процесс такой серьезный. Но я решил попробовать, думал сниму, может быть кому-то понравится. И кто-то также попробует сделать. Почему не снимал процесс того, как я это делал, жарил, потому что думал, честно говоря, что это фигня, потому что так. Думал, сделаю, что пойдет, то пойдет. Еще не уверен был, что буду снимать до конца. Поэтому сейчас вижу конечный результат. Им я очень доволен. Я думаю, что кто-нибудь тоже так сделает. И, по крайней мере, я ни разу еще не видел, чтобы в интернете кто-то подобное проворачивал. Поэтому сейчас опишу то, как я сделал, так назовем эту олифу. Потому что в конечном итоге она высохла. Под ультрафиолетовой лампой довольно долго, но все же она высохла. Вот результат. Я его тоже продемонстрирую обязательно. Это, так сказать, труды работы. Примерно несколько часов полировки полотенцем. То есть полотенцем ее полируешь, полируешь. И она стала довольно-таки классной. Сейчас расскажу, как это происходит. Выпаривать обычно нужно, конечно, в толстой посуде, на медленном огне. И все такое, много часов. Я сделал так. Я взял жестяной банку из-под консерв. Налил туда остатки масла льняного. Поставил все это дело на огонь. И был такой даже момент, когда она у меня вся бурлела, дымелась, дымелась, дымелась. Довольно-таки долго это дело происходило. И в какой-то момент от переизбытка огня и дыма все дело вспыхнуло. Вот так вот. Все это загорелось. Я это не снимал, но, блин, надо было снять, конечно, было бы классно. Все это дело загорелось. И в этот момент я выключил печку, все. И получилась такая жидкость. Сейчас покажу, как она. Очень густая. Но реально, блин, классная. Не знаю, попробуйте обязательно, если кто-то будет делать так. То есть хорошенечко прогревайте. Конечно, технология у каждого пусть там своя остается. По логике, лишь бы дольше ее повыпаривать. То есть вот она тянется так вот. Такая жижа получилась. Она очень липкая, но вполне... Я руками ее размазывал, поприкладываю цевью. Думаю, что на видео, по-моему, там уже было, наверное. Потому что это я объяснение вставлю уже в конце видео. И если я пропитывал обычным маслом льняным, пропитывал и через несколько дней заново обрабатывал, то после этого я пропитывал. И этот приклад и цевьё у меня сохло. Блин, у меня сохло, наверное, даже не один месяц. Но вот что скажу. Я держал месяц под лампет, постоянно переворачивал. Но потом взял тряпку, руками трогаешь и чувствуешь, что липко, липко, липко. То есть липнет она к рукам. И вот что надо было сделать. Просто сейчас уже реально я это понимаю. Но я думаю, что месяц ждать, если кто-то будет делать, не стоит. Достаточно недели три, может быть, там, ну, край, ладно, месяц. Подождите на всякий случай, чтобы реально была пленка жесткая. Месяц подождал. Я беру вот полотенце. Стал гладить. Она стала матовой и прилипать. Ну, то есть, сверхний слой снимался. То есть, видно, что вот та прослойка, что между деревом и маслом, оно снизу всё-таки схватилось. А вот сверху лишнее нужно убрать. То есть, когда я размазывал, так как она очень густая, получился очень толстый слой. Поэтому снизу всё засохло, а сверху оставался толстый слой. Я его убрал, его надо будет убрать. То есть, я вот его убрал, хорошо растирал. Сперва она такая матовая была, плохая. Потом я её тёр-тёр, полировал, полировал. В итоге она, блин, стала прям блестеть. Я думаю, вы уже увидели, в общем-то, весь результат. Вот. Так, я полировал приклад и цельё примерно часа два. И всё. И могу сказать, что вот сколько я сейчас уже не полировал, лучше не прибавляется. То есть, тут уже, если заморачиваться капитально, а можно заморачиваться капитально, и можно купить насадку. Круг всё отполировать, и будет прям зеркало блестеть. Но я это делать не хочу, меня вполне устраивает. Не знаю. Я думаю, оператор надо помогать. Видно, как всё блестит на камере? То есть, видно, да? Вот этот блеск вообще, он как пластик. Обалденный. И прямо могу сказать, что и рука очень здорово лежит. Сейчас он даже, если кто-то будет пробовать, и в процессе будет говорить, что, блин, капец, он липкий, что он вылетит, что у него тут всё гладко, потому что длиное масло, наверное, очень липко. Вот, даже беру ткань, бросаю, и оно падает. Вот, кстати, как в рекламе, помнишь, есть? То есть, вот я бросаю, и оно прям падает. Винус, боец. Всё гладко, вообще шикарно. Вот визуально, и вот цевьё. Цевьё блестит даже чуть получше. Давай поближе покажи. Цевьё блестит чуть-чуть даже, мне кажется, что получше. Всё, оттенки, дай, да? Блин, я не знаю, видно-не видно, но мне кажется, что почему-то приклад на том темнее, чем цевьё. То есть, цевьё получилось чуть-чуть, девочку светлее. Дерево одинаковое, не знаю, как вышло, но так вышло. Пропитывал одинаково, всё. Но как вышло, так вышло. Теперь, на этом я буду завершать. Дальше соберу ружьё и отсниму в конце, как это будет выглядеть на ружье. Это будет реально очень классно выглядеть. Ну и вот отдельно. Отдельно так, а на ружье так. Дальше соберу ружьё и отсниму в конце концов. 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 Дальше соберу ружьё и отсниму в конце концов.